Результаты исследования работы муниципального предприятия АПКНО на заседании муниципального совета в пятницу представила независимый аудитор Наталья Беляну. Традиционно доклад был выстроен таким образом, что за каждым описываемым нарушением следовали рекомендации по их устранению. А нарушений было достаточно много. И неэффективный менеджмент предприятия, и многочисленные ошибки в бухгалтерских операциях, и нелегальные доходы, и полное отсутствие контроля со стороны местной власти. Как я уже сказала, данный аудит был инициирован мэром города Бельс, и в принципе мы его провели по стандартам внутреннего аудита. Задача наша стояла оценить эффективность системы внутреннего контроля муниципальных предприятий в цели выявления резервов совершенствования и оптимизации финансового менеджмента. То есть, как говорится, посмотреть, каким образом мы можем посоветовать, оптимизировать, управлять данными предприятиями, то есть материальными ресурсами, персоналом и, собственно, финансовыми средствами. Проверяемый период, который мы освоили, это был 2014 год и 2015 год. Период проверки у нас затронулся. Мы занимались ею с мая месяца по сентябрь месяца 2016 года. Мы константируем тот факт, что на предприятии фактически отсутствует система внутреннего контроля, выводом чему послушала невозможность проверить некоторые существенные аспекты деятельности предприятия. Как следствие, в настоящий аудиторский счет были включены лишь те аспекты деятельности, которые могли быть проверены и подтвердены документально на основании информации, представленной нами, руководством и другими ответственными работниками. В том числе, в данном отчете мы отразили лишь те нарушения, недостатки и оценили лишь те факты записи в бухгалтерской системе предприятия, которые, по нашему мнению, являются наиболее существенными. Допущенные к управлению деятельностью предприятия руководитель и утвержденный состав директоров не обеспечили за проверяемый период уверенность в эффективности операционных процессов экономических операций и их соответствия применимым законодательству и иным нормативным актам, а также достижению надежности и достоверности данных финансово-бухгалтерской информационной системы и финансовой отчетности предприятия. Как мы уже установили, на предприятии отсутствует служба контроля, либо лицо назначено и утвержденное соответственно за организацию и мониторинг, также отсутствуют распорядительные документы и все прочее. Руководством предприятий и советом директоров не осуществляются комплексно главные функции внутреннего контроля, такие как периодическая оценка и сравнение фактических данных реальной ситуации в текущих процессах с требованиями, то есть нормативно-правовой базой, регламентическая деятельность предприятия. Как следствие, не выполняется и оценка отклонения от требований критериев, а также степени на влияние на аспекты функционирования и результаты финансовой деятельности предприятия, а также, как следствие, не осуществляется выявление причин данных отклонений с целью обеспечения достижения поставленных предприятием целей и задач. В предприятии есть автомобиль, согласно заявлениям некоторых водителей, который практически простоял весь 2015 год, но на который списание топлива неизменно производилось в том же количестве, как когда он двигался по городу. Также в большинстве путевок по городу передвигаются автомобили администрации, то есть начальником охраны и непосредственно администратором предприятия. В 2015 году было установлено, что общие расходы на топливо для автомобилей, использованных руководством предприятия в 2015 году составили 171 тысячу леев. В условиях, когда предприятие находится в сложном финансовом положении, а количество охраняемых и инспектированных объектов сократилось ввиду концессии сетей канализации, количество изоходного топлива не сократилось, а наоборот даже увеличилось для всех абсолютно автомобилей, кроме той единицы, что простояло, для которой не было списано топливо с ноября 2015 года. В то же время для передвижения работников в предприятии в служебных целях ежегодно тратится 54 тысячи для приобретения проездных билетов для контролеров. Мы рекомендуем разработать и утвердить на предприятии адекватные политики управленческого счета, обеспечивающие обоснованное планирование доходов и расходов для стяжения точки безубыточности результатов деятельности предприятия. В принципе, как говорится, здесь учитывая, что муниципальное предприятие социальной значимости, я думаю, что не нужно ставить цель на то, чтобы оно получало какую-то прибыль, но фактически на ноль оно должно выходить для того, чтобы, как говорится, реализовывать и погашать свои обязательства. Разработать и утвердить политику предприятия в части определения потерь воды в сети водоснабжения в техническом и экономическом асбектах по всем видам потери и критерии включения и не включения данных потерь в тариф за воду. Что имеется в данном аспекте? Технологический процесс деятельности самого предприятия непосредственно очень важен. На предприятии абсолютно отсутствуют контрольные пункты по затратам воды. Мы предлагаем, как говорится, внедрить в систему определенную СКАД, которая бы позволила считыванию удаленно показаний счетчика и перевести полностью предприятие на удаленное считывание показателей, тем самым исключив персонал предприятия из данной схемы. Командировочные расходы. В принципе, почитайте самостоятельно. Мы считаем, что были необоснованные командировочные расходы. Три человека были делегированы в командировку, учились. Почему необоснованные? Потому что цели командировки не были указаны в приказе. В то же самое время, согласно информации, указанной в личных карточках на численные зарплаты в июне им был оказан отпуск по учебе. За период командировки, согласно договорам аренды жилья, подписанной делегированными лицами, на которых отсутствовали подписи делегированных лиц, последние были поселены на некой частной квартире, расположенной в Кишиневе, и необоснованно были покрыты затраты в общей сумме на 42,5 тысячи леев. Следующие затраты. Оплата судебных гонораров. Это расходы, связанные с оплатой гонораров судебных исполнителям, которые существенно возросли в 2015 году до 2,1 миллиона леев. Это в условиях, когда предприятие находится в таком кризисном состоянии. Мы выявили в результате аудита экономические операции по продаже долгосрочных активов, которые были совершены с потерями для предприятия без предоставления каких-либо экономических обоснований или объяснений. Таким образом, на основании решения совета номер 340 о продаже SRL Gloring Engineering проектной документации на отстойника частных сооружений в апреле 2014 года, компания продала данный актив по себестоимости всего за 41,760 леев с НДС. Налоговая накладная была выпущена 30 апреля. Без учета процента рентабельности, несмотря на то, что предприятие находилось в тяжелейшем экономическом положении. Следующий случай, который привлек наше внимание, это убыточная продажа здания по адресу село Реуцел. Площадь на поверхности почки 6619 квадратных метров расположена на участке земли 6490 метров квадратных в пользу компании Feligri.com за 51,020 леев, в том числе НДС 8503 лея, что в 4 раза меньше балансовой стоимости здания. Убыток от продажи составил 127,409. То есть, опять-таки, несмотря на тяжелое экономическое положение, по каким-то причинам не проводится оценка реальной стоимости и не привлекается внешний эксперт для определения рыночной стоимости этого сооружения. Следующий интересный факт, который нами был установлен, это отражение в бухгалтерском учете оплоченных, но не полученных активов. В 2015 году предприятие приобрело вычислительную технику и гаджеты общей стоимостью на 361,000 леев от компании Cosmo Technology. Согласно записям в бухгалтерском учете, эти активы были напрямую отнесены на зарасходы приуда. Согласно заявлениям бухгалтерской службы, фактически указанные активы не были получены предприятием. Распределение данных активов было осуществлено секцией «Абонамент» и «СУПОМ». Рекомендации. В рамках разработанной и утвержденной политики о системе внутреннего контроля предприятия разработать и утвердить отдельные процедуры внутреннего контроля за движением сохранности активов предприятия. Провести внеплановую инвентаризацию всех активов предприятия с подледующей корректировкой ее результатов. Создать комиссию по выявлению причин непоставки предприятию вычислительной техники. Нецелевая отрата денежных средств предприятия. В 2014 году были осуществлены закупки, которые не связаны с деятельностью предприятия. Например, были приобретены, отнесены на расходы универсальная соковыжималка «Мулинек» стоимостью 3,5 тысячи лей, а также комплект посуды «Тефаль» стоимостью порядка 2 тысяч лей. Как бы в условиях финансовых предприятий зачем это нужно, вообще как бы в принципе нам непонятно. У меня вопрос не один, у меня их не может, походу, выступали, я записывал. А почему не был сделан разделительный баланс? Что вы имеете? При передаче в концессию разделительный баланс? Ну, в принципе, как бы здесь нужно спросить, ввиду действительно недостатков средств контроля на данном предприятии и нарушения постановления правительства номер 500, который это предусматривает. Менеджер или у кого-то в городе? Вы знаете, я бы сказала, что здесь, наверное, должна была быть совместная ответственность как менеджеров предприятия, так и, в принципе, учредителя данного предприятия, то есть непосредственно управленцев муниципального совета и самого примара действующего на тот момент. Хорошо. Скажите, мне тогда второй вопрос. Какую пользу принес данный бедор в концессии для города или для муниципального предприятия ВДК? Ну, будем исходить, как говорится, из тех целей, которые были предусмотрены данным договором. То есть непосредственно, если бы данный договор исполнялся в надлежащей мере и сроки выполнения данных обязательств консессионерам были бы более, как говорится, строгие и определенные, может быть, он бы и принес какую-то пользу городу. Но на сегодняшний момент, исходя из экономических данных, которые имеются на предприятии, сегодня предприятия из-за того, что у них отняли данную публичную услугу, терпят очень большие убытки. Скажите, а зачем нужен договор о сотрудничестве, если это обязательство оборудования инженерами, по вашему счету? Это бумага для принтера и сумма 1 млн 426 тысяч рублей, не покрывающая фактические затраты. Опять-таки, вопрос нужно, конечно, задать руководству предприятия. Мы, в принципе, как говорится, представили здесь экономическое обоснование того, что данный договор не выгонен в том форме, в которой оно имеется. С другой стороны, если сотрудничество с данным предприятием продолжится, необходимо будет в обязательном порядке пересчитать данные финансовые показатели и изменить финансовую компоненту данного договора в соответствующей рентабельности. Фактически, ну, я уже сказала, что, в принципе, в управлении предприятия участвует как менеджмент предприятия в виде гладиректора и главного бухгалтера, так и непосредственно учредитель, то есть как бы административный совет. Следующий вопрос. Почему не было использовано прошлое муниципальным советом право войти в состав органов управления гладинг-инженерием? Это, наверное, вопрос Филису. Да, к сожалению, на этот вопрос ответить не могу, потому что я не могу отвечать за действия. Почему не было право использовано в прошлом муниципальном советов войти в состав органов управления гладинг-инженерием? Если по отчету там у нас есть такое право. Согласно закону о концессиях. Да. Эти решения непосредственно принимает мой муниципальный совет учредитель. Почему оно не было принято? Я перебью, Виталий Миротович, знаю, Ваше юридическое превосходное образование, и что Вы превосходные специалисты, Вы не увидели здесь подвоха какого-то, и Вы не сделали тогда предупреждение муниципального совета? Спасибо. Точно так же муниципальный совет, как и этот муниципальный совет, который действует и функционирует на протяжении полутора лет, не счел нужным войти в состав управления, потому что они имели такие права. То есть они поднимали этот вопрос? Конечно поднимался этот вопрос. Этот вопрос поднимался, были созданы комиссии, Игорь Ильич. Были созданы у нас комиссии. Состав сборных инженерием? У нас были созданы комиссии по изучению данного договора. Я не буду разобрать, но слышу. Договоры изучались. И Вы этот вопрос поднимали? Тальше. Я этот вопрос не поднимаю. Тогда надо комментировать насчет этого совета. Вы были источник заключения по договору, все ваши там визы были писаны. Так что, я не думаю, что задают вопрос. Напомним, аудит на бельских муниципальных предприятиях проводится по заказу мэра города Рината Усатова. Его главная цель вовсе не в том, чтобы обличить воровство, царившее при предыдущей городской власти. Это скорее уже побочный продукт. Важнее понять, как функционировали муниципальные предприятия, какие лакуны позволяли начальникам допускать превышение полномочий и разбазаривать публичные средства. Почему эти предприятия были столь неэффективны и как заставить эти предприятия работать с полной отдачей?